Внимание! Марш! Давай, давай, давай! Эти старты не для слабонервных родителей. Их малыши от 5 до 12 лет сегодня спортсмены. И выжить себе должны полностью. Счет ведут по-взрослому на миллисекунды. Надо сначала помедленнее, потихоньку разгоняться, разгоняться. И убирать руку за спину и катиться. Ты намного подмалок своего суперна? Да. Он почти на старте был. Лед надежды нашей. Специальное всероссийское соревнование для детей, которые только мечтают бегать на коньках профессионально или уже это делают. Забеги стометровые, так что это скорее большая мотивационная акция, как, например, для Алисы. Ей 5 лет и на коньки, уверяет, стала сама. Чтоб не упасть, я ноги правильно ставила. А как правильно ставить ноги? Покажи. Чтоб стартануть вот так одну ногу. Вот так он молодец сбежал, но ты прям по прямой сбежаешь. Я обсуждала, это правило. Если это касается профессионального спорта, то участник снимается с дистанции. А сейчас? За нарушение правил спорта. Опять же, это решает судья главных. Но никого не сняли. Здесь малыши, считай, тренируются бегать по своей дорожке. В будущем пригодится. Многие из тех, кто приходит на такие старты, идет в Федерацию конькобежного спорта. И хотя занятия бесплатные, сейчас там 300 учеников. Этого очень мало, говорит председатель Иван Башков. Для активного развития не хватает искусственного катка. И пока получать крупных чемпионов получается раз в 20 лет. У нас прекрасная тренерско-преподавательская школа, которая воспитывает таких чемпионов, как Сергея Клевченя, как Виктор Муштаков, Андрей Бурляев. И мы бы их делали гораздо, так сказать, воспитывали гораздо быстрее, если бы у нас были нормальные условия. И тяжело конкурировать с регионами там, где есть крытый каток. Тем не менее, детей это не смущает. Бегут малыши по-настоящему, за победами. Дух состязаний уже есть, есть и амбиции, и настоящая чемпионская самоуверенность. Своих соперников знаешь кого-нибудь? Да. Сильные они? Немножко. Анастасия Дороган, Илья Халяпин. День с толком.